Доктрин Одной из самых главных, важнейших доктрин в церковных динаминациях, в конфессиональных структурах нашего времени является доктрина о том, что самого высокого лидера, начальствующего, главного пастыря, епископа или по-разному их называют, апостола, их нельзя трогать, их нельзя обличать, обличая их ты поднимаешь перст на помазанника, ты идешь против Бога, с ними Бог сам разберется, вот, и их нельзя критиковать и тем более публично разоблачать. В данном ролике я хочу вам библейски показать, что религиозную знать, современную, не только можно публично разоблачать, а необходимо, нужно, категорически надо разоблачать сегодня религиозную знать. И этого хочет Бог, и этого желает Бог, и это сегодня делает Бог. Ну что ж, поехали! Привет, дорогие друзья! Наступило сегодня, а это значит время изучать Библию. Иисус Христос во времена своего земного служения пришел в религиозную систему. У евреев была уже устоявшаяся религиозная система с религиозными правилами, с религиозными лидерами. И отчасти вот эта вот система, которая была храмовая, синагогальная, общинная еврейская система, она была отчасти от Бога, в ней было много того, что из закона Моисеева, из пророков, из священных писаний. Но эта система являлась синкретической системой, где произошло смещение библейской веры Авраама, так называемой еквизма, ветхозаветной веры, преподанной в писаниях, и человеческих преданий, различных вероучений, различных доктрин и догм, которые были просто человечески привнесены. И Иисус Христос хотел реформировать эту систему и обрешал ее, он говорил, зачем вы своими преданиями устраняете заповедь Божию, но эта система с ее религиозными наместниками не приняла Иисуса. Они отвергли его, как и написано, пришел к своим, а и свои его не приняли. И Иисус как раз таки этим народным религиозным лидерам-фарисеям говорит вот что, змеи по рождении ехиднины, как вы убежите от осуждения в гиену? Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. И Иисус говорит о будущих временах. Он говорит, я вот что сделаю, вы меня распнете, я умру и воскресну, но я пошлю к вам кого-то. Я пошлю к вам пророков многих и мудрых, просто мудрых людей, которые понимают, знают правильное положение вещей. И прошлю вам книжников, то есть людей, которые будут учить из Библии, знатоки священных писаний. И вы их отвергнете, им их убьете, распнете, а им их будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И знаете, сегодня, подобно Израилю первого века, сформировалась определенная религиозная церковная система, которая отчасти божья, которая отчасти основана на священных писаниях. Но таким же образом, как Израиль первого века, эта система синкретична. Сегодня церковь заполонили церковные такие предания, предания местных религиозных лидеров. Определенные выдумки, определенные правила, определенные доктрины, которые в принципе не являются библейскими. Церковь заквасилась авторитаризмом, церковь заквасилась корыстью, церковь заквасилась глупыми и вообще совершенно неправильными религиозными правилами и прочими религиозными доктринами. И что будет делать Иисус? Иисус говорит, я пошлю к вам, кого пошлю, пророков, мудрых и книжников, я пошлю к вам тех, кто будет вас разоблачать, тех, кто будет попытаться реформировать и изменить вот эту вот систему, чтобы она стала как бы церковью, которую я задумал. И вы их отвергнете. Если в первом веке и позже можно было убивать и распинать, и представители религиозной структуры отвергали просто, выгоняли, убивали просто тех, кто обличал ее, то сегодня в принципе религиозная церковная система, она не убивает. Но убить это лишить жизни, это не дать производить жизнедеятельность, действовать в жизни, быть в этой жизни. Сегодня просто церковная система выгоняет, просто лишает голоса, просто затыкает рот каким-то образом, просто игнорирует. Не убивает человека физически, но достигает такого же результата, чтобы человек был просто бездейственным, человека просто как бы он есть, но его не было. И так Иисус пошлет и посылает пророков, мудрых и книжников. И в Еремии первой главе также Бог посылал Еремию в свой народ. И вот что. И Бог говорит, я вложил в тебя мои слова. И смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. Я поставил тебя над, ты выше, ты не то, что ты руководитель всего этого, ты там глава, нет, ты над, то есть ты видишь выше, ты более духовен. И для чего я поставил тебя, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать. Четыре термина разрушения. Просто вырывать с корнем, просто производить какое-то разорение, просто губить что-то, уничтожать и разрушать. А потом созидать и насаждать. Четыре термина, говорящих о разрушении, о негативном каком-то аспекте служения пророческого. И два термина потом созидать и насаждать. Невозможно правильно созидать, невозможно правильно насаждать и взращивать сегодня, если ты до этого не искоренишь, не разоришь, не погубишь и не разрушишь. Невозможно построить хорошее здание сегодня, не разрушив вот это вот старое. Невозможно перестроить здание в правильное здание, если ты не будешь разрушать то, что было неправильно построено. Поэтому задача сегодня тех, кого Бог посылает в свой народ, задача Бога разрушить, искоренить что-то, просто разорить, погубить что-то неправильно. Мы должны это очень важно понимать. Чтобы созидать и насаждать. Библия говорит, что дары, которые есть в нас, они для созидания, для назидания, для созидания церкви. Но чтобы правильно созидать, нужно разрушать, разорять, губить и искоренять. Искоренять неправильно и разрушать неправильные настроения, устроения. И дальше он продолжает. И знаете, вот часто, чтобы разрушить мост или разрушить какое-то здание, нужно просто разрушить опору, основание. Взорвав основание, ты достигнешь хорошего результата, все здание, все стены рухнут. Часто динамит или взрывчатые вещества закладывают в основание чего-то. Чтобы разрушить мост, нужно разбить опоры просто. Не полотно моста, а как раз таки опоры. То, что является основанием. И разрушение начинается с разрушения основания, чтобы достичь максимального эффекта. И дальше Иеремия продолжает. И вот Бог говорит Иеремии продолжает. Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столпом, медной стеной на всей этой земле против кого? Против царей Иуды. То есть против знати какой-то. Против людей, облеченных властью, авторитетом. Против князей, против священников. И потом уже против народа земли сей. И мы видим здесь, что Бог начинается с основания. Те, кто являются основополагающими в народе. Те, кто являются столпами в народе. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Итак, с царей, с лидеров начинает Бог вот эти вот реформы. Для созидания, опять же, любая критика и критика религиозных лидеров, о которой я сегодня говорю, она для созидания тела Христова, для созидания церкви. И в Исаии 9 главе пророк Исаия такое же слово получает от Господа. И Бог говорит, что народ не обращается к бьющему его. Бог гневается, народ неправильно живет. Бог бьет его, Бог санкции приводит. Народ не кается, и Господу Саваофу не прибегает. И вот что делает Бог, чтобы все-таки довести реформы до конца. Он говорит, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Есть голова и хвост. И голова животного и хвост, они участвуют прямым образом в руководстве животным. Лисица или там волк прыгает, и в полете хвост помогает управлять всем телом. Голова вообще рулит всем телом. И есть рулящие в народе Божьем, есть руководители, кто является головой. И Господь отсечет голову и хвост. И мы знаем, что выстрел в голову просто это смертельный выстрел. И все тело погибает. И сегодня, чтобы неправедное устранить в народе, Божьим Богу, нужно просто отсечь голову и хвост. То, что помогает в руководстве этому неправильному телу, этого животного. И отсечет голову и хвост, пальму и трость в один день. Пальма это то, под чем укрываются. Трость это то, на что опираются. Что является покровом, покрытием, пальма. Сегодня есть учение о покрове, покровительстве. И часто учат в церквях таких авторитарных, в большинстве динаминации этих, что есть покровитель, это твой пастырь. Он покров для тебя, он там твоя пальма, он твоя трость, на которую ты опираешься. Он твой советчик, руководитель, он голова и хвост тебе. Хотя в церквях проповедуется, что Иисус глава, но де-факто главенствует там, безусловно, часто религиозный лидер, его жёночка, которая глава не только и церкви всей, но и мужу своему, подкаблучнику. Но Бог бьёт в корень, Бог отсекает голову, основание, эту трость, эту опору, пальму и хвост. И дальше, старец и знатный, знатный, да, знаменитый старец, а старец такое, которое в Новом Завете есть слово пресбютерус, старейшина или старец, пресвитер, то есть пастырь, пресвитер. Старец и знатный, это голова, а пророк, лучше учитель, это хвост. И вожди сего народа ведут его в заблуждение, вводимые ими погибнут. Кто вводит народ в заблуждение, кто ввёл? Вожди, религиозные вожди, знать вот это. Поэтому Бог разбирается с знатью, отсекает голову старца, пресвитера и знатного, пророка-лжеучителя. Потому что причина заблуждения народа в вождях. Почему сегодня церковь во многих заблуждениях находится в заквасках неправильных? Просто поглощена авторитаризмом, чиновством, самовитостью, тунеядцем религиозной, знать вот этой, корыстью, деньгостяжательством. Почему? Почему Иисусу не дают в церкви руководить, а рулят вот эти вот там вожди? Потому что эти вожди вели в заблуждение народ, ложными этими доктринами, и вводимые этими вождями погибнут. Мы должны быть вводимы Духом Святым и Господом, Богом нашим, Господом Иисусом Христом. И мы видим, что здесь Бог разбирается с причиной, с основанием, с тростью святой и с головой. Есть глава и основание. И сегодня религиозные лидеры являются часто де-факто головой в церкви и основанием церкви. На них держится церковь сама. Они ее основали, и ими она живет и движется, и существует. На них она стоит, они являются основой всего, они основа основ. Они основания для всего, что в церкви происходит. На основании их разрешения и решения, что там происходит. И в Езекииль, 30 главе, смотрите, тоже Господь говорит уже пророку Езекиилю. Сын Человеческий, изреки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте о злосчастный день. Ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. И пойдет меч на Египет. И так у Бога суд какой-то и меч на Египет, на египетскую систему. Не секрет, что в современных динаминациях как раз таки египетская система, структура Египта, где есть фараон, где есть множество надсмотрщиков, подчиняющихся фараону, которые плетьми гоняют остальную раболепную массу, которая делает кирпичи, собирает сено и солому, как делали евреи в Египте. Этот религиозный фараон и его фараониха, религиозные лидеры, являются представителями Бога, как и фараон был солнцеподобный, солнцеликий фараон, как бы божество во плоти. И много вот у них есть надсмотрщиков, надзирателей, о которых вы тоже читали в Ветхом Завете, которые это религиозные лидеры, лидеры различных подразделений такой большой конфессии. Пастыри собраний поместных маленьких, в динаминации, где фараон лидер динаминации, лидеры домашних ячеек и так далее, которые просто гоняют бичом запугивания неправильного истолкования слова Божьего людей, чтобы они подчинялись системе, лидеру и так далее. И что-то делали для динаминации, собирали, делали кирпичи, собирали солому, работали раболепно на процветание всей структуры и процветание фараона. И пойдет меч на Египет и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство и основания будут разрушены. Итак, Бог разрушает основания. Основания. То, на чем базируется Египет. В Эфиопии, Ливии и Лидии и весь смешанный народ, и хуб, и сыны земли, а завета вместе с ними падут от меча. Так, говорит Господь, падут под поры Египта. И упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. Итак, Бог сокрушает опоры. Лидеры динаминации являются опорою. Опорою и основанием. Бог в динаминации. Бог разрушает основания, разрушает подпоры. Часто в динаминации говорится, да, основание Христос и так далее, но это на словах. Де-факто основанием, основой в динаминации является сам этот лидер. Что такое основание? Мы часто так-так практикуем такое, ну останавливает тебя полиция и говорит тебе вот то-то и то-то. Вы говорите, на каком основании? Покажите пункт закона, на каком основании? Основание это то, как бы, это определенная причина на основании которой мы действуем. Определенный аргумент, определенный закон какой-то. И часто в динаминациях все действует не на основании того, что Христос так хочет, а на основании, потому что у нас так принято, на основании, потому что пастор так решил, пастору так открылось. По сути, сам пастор и его видение, его так называемые откровения, его правила, законы являются основанием. По сути, де-факто, вот этот пастор динаминации, этот епископ или кто-то еще, как он называется, по-разному, он является основанием всей этой динаминации, потому что он ее основал. и в их монастырь с библейским уставом не ходи. То есть человек не может в динаминациях действовать, как Дух Святой его ведет, как Господь хочет. Потому что все там оккупировано на основании того, что пастор так решил. И кафедра оккупирована, и право голоса оккупировано, и церковная казна оккупирована, и кроме пастора и ближайших его прихлебников и пособников никто туда даже взглянуть не может. Все там во власти пастора, люди лишены совершенно власти, авторитаризм и корысть там процветают вообще. И Бог разрушает основания, Бог разрушает опоры. И опустеет Он Египет среди опустошенных земель, и города Его будут среди опустошенных городов. И узнает, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры Его будут сокрушены. Бог сокрушает подпоры египетской авторитарной системы. Мы должны это понять. Бог с подпор начинает, Бог бьет прям в корень. И Езекииль дальше написано, так говорит Господь Бог. Истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мимфисии, и земли египетской не будет уже властителя. И наведу страх на землю египетскую. Центральный в Египте идол, это сам фараон. И истреблю властителя. Разрушу идеологию идолов, эти принципы. Уничтожил лжебогов, ложные доктрины этих идолов в Мимфисии. И не будет властителя. Бог разбирается с идеологией, с доктринами египетской системы, то бишь деноминацией, и разбирается с властителем. И дальше, сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону царю египетскому. И вот, она еще не обвязана для излечения ее, не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог, вот я на фараона царя египетского, и сокрушу мышцу его здоровую, переломленную, так что меч выпадет из руки его. И рассею египтян по народам. Чтобы рассеять египтян, чтобы разрушить египетскую систему, Бог разбирается с фараоном, начиная с фараона, с подпора и основания Египта. То же самое в сегодняшней египетской динаминации. И в Авакум, Авакум пророчит уже более прямо, говоря о Господе, он говорит, что ты, Господи, выступаешь для спасения народа твоего. Сегодня церковь Божия, народ Божий должен быть спасен от авторитаризма и от того, что у народа просто украли власть. Произошел рейдерский захват. У церкви, которая, есть экклессия, народное собрание, в котором каждый обладает правом голоса, церковь обладает властью, украли власть, сказали, вы просто толпа челядь, вы послушное стадо, вы безмолвная и, самое главное, безмозглая толпа, вы не имеете права думать вообще. За вас все мы решим, ваша задача послушаться вообще и свою пасть закрыть, если даже вы видите неправильные вещи религиозного наместника. Не ваше, это собачье дело вообще, это все видеть и знать. И Бог хочет спасти народ от такого состояния, как народ, которого украли власть, и которого обирают и используют просто как вещь на благо динаминации. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего, и весь народ помазан. Ты сокрушаешь голову нечестивого дома, обнажая этот нечестивый дом от основания до верха. От основания начинает Бог обнажать, разоблачать, поднимать подол до верха. То есть обнажение происходит в первую очередь основания дома. Бог обличает основание, главу нечестивого дома, который является и главой, и основанием одновременно. И религиозные лидеры, они и глава, и основание в динаминации. И Бог сокрушает главу нечестивого дома. Вот и все. Бог производит выстрел в голову. Это разоблачение, обличение. И дальше ты пронзаешь копьями его, главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы дома поглотить бедного скрытно. Кого Бог пронзает? Вождей. И в Откровении в 17 главе есть такая картина про великую блудницу, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные. Это картина динаминации современной, так называемой, лжецеркви. Женщины, которая блудодействовала царями земными. И сегодня как раз таки блудодеяние это и произошло в том плане, что в церковь она впитала в себя мирскую систему власти, мирскую иерархию. Где есть владыки, где князья, которые господствуют, цари, которые царствуют. Но Иисус сказал, это все есть в миру, но между вами в церкви. Да не будет так. Но в церкви такая же модель, как в государствах светских. Есть царь, наместник, так называемый, как бы президент, как бы человек, который рулит. Авторитарная церковь с авторитарным правлением, с монархическим правлением, с диктатурой вообще. Диктатура, деспотизм, тирания лидеров прответает в церкви. Часто это в мягкой форме. Людям улыбаются, нежно и мягко учат. Но по факту люди никто и никак. Люди ничто, безвластная толпа, просто марионетки. Они ничего не решают, они никто. А есть кто-то, это религиозные лидеры. И вот блудодейство, это картина вот этой блудницы, это церковь, которая блудодействует, становясь лжецерковью. И вином блудодеяния убивали живущие на земле, это ложные учения. И подвел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. Но на чем базируется лжецерковь? На лидере. И в конце времен будет широко распространена динаминация антихриста. Антихрист будет главой вот этой церкви, как бы, лжецеркви. Антихрист это как бы Христос, подмена Христа. И лжецерковь это подмена настоящей церкви. Динаминация это подмена, подмена церкви. Конфессия вот эта вот с ее устоями, это подмена настоящей церкви. И сегодня полна вот эта вот церковь сегодняшняя, она элементами лжецеркви. Но в последнее время тут будет конкретно лжецерковь, и конкретно ее основанием и главой, главой будет антихрист, этот зверь. И основанием этой лжецеркви будет как бы Христос, но это антихрист. Приставка анти означает вместо в первую очередь, а потом уже против. Тот, кто вместо Христа, как бы Христос, но это будет зверь багряный. И преисполнены именами богохульными семью головами, десятью рогами. Сегодня основания церкви, эти маленькие антихристы, эти пастыри в церквях, они исполнены именами богохульными. Их называют помазанник, хотя помазанник это Христос вообще у нас. И все мы помазаны от него, но люди пишут слово пастор с большой буквы, называют пастор с большой буквы. Хотя мы господа в Библии пастыри, они с маленькой буквы пишутся, а у них такое же отношение, такое же брат, ну. А вот го, господь, вот господь Иисус Христос, господь мы пишем с большой буквы. Но сегодня они пастор с большой буквы пишут, и это все богохульные названия. Их очень много, вы знаете, и других различных названий. И как Господу разобраться с лжецерковью? Да убить зверя багряного, что и произойдет в конце веков, безусловно. Антихрист будет поражен. Бог бьет в основание. Ахав увидел Илию и сказал Илии, ты ли это тот, который смущает Израиля? Ты в грех Израиля вводишь, ты смущаешь своими пророчествами, обольщаешь, в общем, вводишь в греховное состояние. И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что презрели вы повеление Господне и идете вслед Вава. И вот эти вот религиозные лидеры, подобные как Ахав, они будут говорить вот этим мудрым книжникам, пророчествующим, и учить своих людей о этих, которые обличают, о мудрых книжках и пророках. Будут говорить такие вещи, о, они смущают Израиля, это бунтари, это мятежники, они восстали против пастырей, они против системы, против церкви, против Господа восстали. Вот, но Илия сказал, нет, это не я смущаю, а ты и дом отца твоего тем, чтобы презрели повеление Господне. Сегодня эти религиозные лидеры говорят, что вот много бунтарей и мятежников развелось, но это они сами лидеры, эти мятежники, потому что они презрели повеление Господне, идут вслед идолам, валам. В Вале это слово Господин переводится, и этот самый главный вал у них в чреве живет, потому что он там барин, он там вал, он там господин. И он презрел на повеление Господне и идет вслед валам, которые живут внутри него и в животе его жены. А в Галатах в первой главе апостол Павел вот что пишет. Удивляюсь, удивляюсь, что вы, призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному, к другому благоествованию. Которое, впрочем, не иное, только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово. Почему Галатийская церковь отступила от правильного благоествования? А благовестие включает в себя не только слово о Голгофе, о кресте, а есть еще учение благовестия, которое затрагивает, что производит Голгофа, жертва Христа и воскресение его в церкви, какая должна быть церковь, какое должно быть положение вещей в церкви. Иисус умер на кресте, чтобы мы были равны, чтобы мы все были братьями, чтобы разрушить преграду между нами и Богом, разрушить разделение между нами, чтобы когда в первой церкви приходил и раб, и князь какой-то, и был и пастырь в собрании, и брат, который новообращенный, но все же были братьями, были равны, за это Иисус умер. Но есть те, кто смущает, кто превращает благоествование Христово, рождая в церкви знать особых личностей, тунеядцев, которые будут питаться от работающих людей, которые будут им давать. А эти работающие люди будут никто, просто быдло и никакого права голоса и власти иметь не будут. Вот. И в чем проблема здесь? Почему галактическая церковь, она перешла к другому благоествованию? Потому что есть личности, есть персоны, которые смущают. Есть определенные люди, через которых вот это смущение заквасило всю церковь. И дальше Павел продолжает. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покорялись в истине? Церковь не покоряется истинно. Такое убеждение, не от призывающего вас. Сегодня много убеждений, доктрин. Люди убеждены яро вот в эти вещи. Но много этих доктрин, они не от призывающего вас. Вот. Малая закваска заквашивает все тесто. Почему заквашена церковь? Есть какая-то малая закваска. В ком она и где она? Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Все началось со смущающего. Все очень просто. И эти смущающие, мы сейчас про Ахава читали, это религиозный лидер, он смущающий, хотя он учит, что вот эти вот смущающие, это бунтари, кто учит против его авторитаризма и его стяжательств. Вот таким образом. И я уверен, что смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Павел говорит, и он достойен осуждения. Его нужно осудить. Он должен быть осужден Богом и Богом через людей. Он должен понести разоблачение, осуждение, критику, кару, наказание просто, позор какой-то, строгие слова. Сегодня учат в церкви. Нельзя осуждать. Нельзя осуждение, оно не от Господа. В смысле, Павел говорит, вот это справедливое осуждение, оно от Бога. Это нужно осуждать этого смущающего. Мы должны встать и осудить. Мы внешних неверующих не судим, но внутренних мы должны осудить. И смущающих мы должны осудить. А как быть, если смущающий, это религиозный лидер? Да так же, его осудить нужно. Смущающий, кто бы он ни был. Пусть он даже сам Папа Римский или кто-то еще там. Есть такие чины различные в церквях. Архиепископ, патриарх, московские все Руси. Без разницы, их нужно осудить. Этих епископов, это религиозную знать. Иоанн пишет в третьем послании Иоанна. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. И мы видим, Иоанн борется с этим религиозным лидером, который диотреф, который любит первенствовать, любит быть на первом месте. Он главный, он властью обладает. У него право голоса, у него все полномочия. Он властитель, он основание, он глава, он диотреф вообще. И сегодня в большинстве своем, в большинстве, не все, но в большинстве, динаминации, структуры, общины, это структуры диотрефа. Там система диотрефства, там диотрефтальная система, где есть лидер какой-то, самый главный, который рулит всеми, любит, он первый, его бог, он помазанный, он глава и основание де-факто. Диотрефа, все очень просто, в современной церкви процветает диотрефство, она заквасила всю церковь. Иоанн борется, он говорит, я писал церкви, я обращаюсь к церкви, но церковь раболепная масса, церковь не способна услышать, потому что диотреф ее просто нашпиговал своими учениями. Она говорит, мам, не позволено думать, диотреф прав, он помазанник, вот эти бунтари, Иоанн бунтарь восстает против диотрефа. Диотрефа бог поставил вообще. Диотреф верхняя, высшая власть от бога вообще. Если диотреф не будет неправ, бог сам его подправит, и так далее. Иоанн бунтарь, мятежник. Я писал церкви, но любящий перенц у них диотреф не принимает нас, посему если я приду, то напомню о делах, которые он делает. И он пишет, я буду напоминать о делах вообще. Я ему напомню при всех вообще это. Я писал вообще всей церкви. И он поносит нас злыми словами, и сегодня эти диотрефа поносят злыми словами тех, кто не согласен с ними. И недовольствуясь тем, сам не принимает братьев, или в другом переводе не принимает власти братьев. Кто вы такие, вы челядь, вы толпа. И запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Ну не хочешь уходить с моей церкви, уходить, динаминаст. Я здесь господин и владыка де-факто. Так есть, он так не говорит, но сегодня так не говорят, но так оно и есть на самом деле. Уходи отсюда, раз ты не принимаешь. Диотреф-то. И Иоанн борется с диотрефом. И Иоанн бьет в корень вообще, в это основание. Он разрушает основание того, что это из-за кваски церковные. Он разрушает для чего? Чтобы созидать. Он искореняет, губит, разрушает, да? Чтобы созидать, созидать. И поэтому апостол Павел пишет. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающий обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Что делать с согрешающими пресвитерами? Обличать, разоблачать, укорять. Но как? Перед всеми. Публично. Хочет ли Бог публичного разоблачения религиозных лидеров пресвитеров? Да, вот, согрешающий обличай перед всеми. Чтобы все остальные, все люди страх имели. Из-за того, что сегодня религиозная знать не разоблачается, религиозные лидеры и все прочие люди страха не имеют. Страх Господня – начало мудрости. Люди сегодня в церкви глупы до невероятности. Просто строят динаминацию и глупо верят, что это правильно, так и должно быть. Это церковь, которую Господь оставил. Да это глупость. А глупость у вас к сердцу привязалась, потому что нет страха Божия. Если будет страх Божий, тогда придет и мудрость и понимание. Начало мудрости – страх Господи. Вот. Ну, мудрости нет. Правильного понимания. Люди сегодня мне пишут, видя там изложения, при разоблачении там каких-нибудь там Шевченко или кого-то еще, библейское изложение, говорят, ты ересь несешь. Люди простых вещей библейских понять не хотят и не могут, потому что страха нет. А почему страха нет? Почему прочие все страха не имеют? Да потому что религиозные лидеры не разоблачаются. Их нужно разоблачать при всех, чтобы все люди страх имели. Ребят, Бог хочет разоблачать сегодня, разрушить это основание. Разрушить. Основание церкви стали религиозное, знать пузатое. Ну, духовное я имею в виду. Разжревшее духовно, наглое, эгоистичное, красотолюбивое. Но они с мягкими, добрыми устами. Они, понимаешь, стяжают. У нас есть грабители, которые подошел, начал душить, забрал сумку. А есть милый, улыбающийся, он обворовывает тебя, ты даже не замечаешь. И вот эти сегодня милые и нежные, кто опаснее, а? Милые и нежные пастыри обворовывают вас. У вас забрана власть церкви, право голоса. На деньги вас обвывают долгие годы, вы там отдаете эти деньги. Они, вы никто, вы челить, вы толпа. Но они, вы, говорят, братья возлюбленные, а по факту вы челите толпа. Прибей, низкая масса, а есть каста высокая. Вас обворовывают. И Бог хочет бить в это основание. Убрать это основание. Ваше основание сегодня, вот эти лидеры, динаминации. И Бог хочет показать вам, что это неправильно. Он пошлю к вам пророков, мудрых, книжников. Но вы их не будете принимать, говорит Иисус. И согрешающих обличает пред всеми. Это воля Бога сегодня обнажать эти основания. Этих религиозных лидеров обличать перед всеми. И я закончу тем местом, которое вначале на заставочке было. Осия 8 глава. Отверг Израиль доброе. Церковь отвергла доброе. Враг за это будет преследовать его. Бог пошлет врага, чтобы вернулись в правильное русло. Враг будет разрушать, чтобы потом, чтобы покаялись и можно было созидать. А в чем отверг доброе? Какое зло избрал народ? Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Ситуация с Самуилом и народом. Народ орал. Дай нам царя, как у прочих народов. Дай нам помазанника. Дай нам лидера, как в мирских системах. Начальника, как в государствах. Дай нам. И сегодня эта система работает в церкви. Бог говорит, хорошо, грех этот вами сделан. Пускай это будет так. Но вы отвергли меня, чтобы я не царствовал над вами. В динаминации Иисус не царствует. Он пробивается. Он действует вопреки. Он пытается. Но де-факто, де-факто, ему там власти не дают. Там царствует царь, которого избрали. И почему, в чем причина вообще? Поставляет царей сами. Причина в народе. Дай нам царя. Вы, люди, раболепная масса, хотите царя. Дай нам царя. Дай нам царя. Есть иерархичная система власти. Она должна быть в церкви. Есть власть от Бога в церкви. И вы глупо берете мирскую систему в церковь, запихиваете. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего, из золота сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Поставляли царей, как было, да, в Ветхом Завете. А цари потом начали поклоняться идолам, и весь народ стал поклоняться идолам. Поставляете вы царей в деноминациях. Позволяете царям быть. С вашего позволения эти цари есть. Вот. Без Господа вы это делаете. Дозволяете своим молчаливым согласием. Они рождают идолов ложные доктрины. И весь народ раболепный. Народ же безмозглая масса. Безвольная масса. Принимает. И написано, оттуда гибель. Оттуда беда. Откуда? От царей, ребята. От того, что вы поставляете царей. Поэтому Бог хочет бить в основание сегодня. Разрушать основание, чтобы все это неправильное рухнуло. Для чего, дорогие друзья? Чтобы созидать. Чтобы созидать. Чтобы взращивать. Чтобы насаждать хорошее. Бог хочет построить свою церковь. Бог хочет реформировать сегодня. Разрушить это неправильное здание. Заложить правильное основание. Правильно все обустроить. Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Пролил драгоценнейшую свою кровь. Драгоценную кровь пролил за всех нас вообще. За церковь свою. Иисус Христос искупил нас. Купил нас дорогою цену. И он владелец наш. И есть церковь, в которой есть мы. И она должна быть такой, какой он хочет вообще. А не тот Египет, тот Вавилон, который мы сегодня, мы люди в динаминациях строим. Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы сила воскресения сегодня действовала в нас, через нас, для нас и для других людей через нас. Всем благословения. Пишите ваше мнение в комментариях. Всех обнимаю с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok